Дмитрий Худяков Дмитрий Худяков, бессменный автор и ведущий передачи «Не за тридевять земель», в эфире уже 39 лет. По западным меркам он должен быть богатым человеком. Дмитрий Сергеевич Худяков живет в стареньком доме на краю Саратова. Получает 300-рублевую пенсию и 200 рублей ежемесячный гонорар за передачу. На жизнь не жалуется. Переживает, правда, что не хватает денег на почтовые конверты, и потому не может ответить всем своим корреспондентам. Пишут школьники, студенты, домохозяйки и даже ученые. За 39 лет пришло почти 40 тысяч писем. Единой темы как-то колонии существует. Например, жили или нет динозавры в Саратовской области? Правда ли, что Волга раньше впадала в Черное море? Сколько перьев и лесного дятла? В общем, спрашивают обо всем. Собственно, из ответов на вопросы и состоит вся передача «Не за тридевять земель». За 39 лет она совершенно не изменилась. Раз она работает, раз люди ее смотрят, раз они откликаются, зачем менять форму? В угоду моде? В угоду тому, что появились компьютеры? Но я не успею освоить эту технику. Я потрачу на нее время, как раз то, которое я буду общаться с живыми людьми. Дмитрию Худякову недавно исполнилось 70 лет. Считается, что для своего возраста в хорошей форме. Правда, 45 минут живого эфира даются все труднее. Подумываете ли вы о своем приемнике? Нет. Есть такие программы, которые очень личностные, они связаны с человеком. И повторять их нельзя. Не в музей, а именно Дмитрию Худякову шлют со всей области интересные находки. В тесном сарайщике хранится уже 10 тысяч окаменелостей. Одна из самых больших частных коллекций в России. Неоднократно к нему обращались с предложениями продать экспонаты за большие деньги. Предлагали доллар, предлагали марки. Это было не один раз. Я очень вежливо отказал. За деньгами Дмитрий Сергеевич никогда не гнался. Хватает на хлеб и ладно. Молоко свое. Кровет телеведущий, содержит коз. Дети выросли и разъехались по стране. Теперь только летом привозят к бабушке и дедушке внуков. Учиться жить в гармонии с природой. Не знаю, сколько еще, как чего удастся, но это счастье, которое судьба, так сказать, подарила, что вот работа и с интересом совсем не считает, что мне очень повезло. Под Новый год Дмитрий Сергеевич загадал только одно желание. Провести свою тысячную программу. Дай бог, хватило бы здоровья. Сергей Семенов, Михаил Гольцов.